Ну что, ребят, всем привет! Давно мы не виделись с вами. Извините за то, что я так долго не выкладывала видео на свой канал. Дело в том, что да, я снимала, я всё снимала, но не было времени, иногда даже мотивации какой-то для того, чтобы смонтировать, сесть и заставить себя монтировать, потому что это большая работа. И иногда оно просто, честно, нет сил, нет мотивации. Хочется заняться немножко другими вещами, потому что мне никто не помогает монтировать, всё делаю я сама. Это моя работа, поэтому такая была небольшая пауза, но я думаю, что это всё дело поправимо. Ещё я говорила о том, что у меня нет камеры, камеры для того, чтобы снимать более такие красивые видео макияжа, там какие-то покупочки и так далее. Потому что вот эта влоговая камера, на которую я сейчас, собственно, и снимаю, она не даёт такого эффекта, как даёт зеркальная камера. За это время у нас очень много всего произошло. Мы нашли квартиру. Кто не знает, она сейчас в Америке. Сара пошла в школу американскую в первый класс, но это уже будет другое видео. И давайте сразу расставим все точки над «и». Во-первых, мы не купили квартиру, потому что на это есть очень много причин. Во-первых, это не так всё просто. Во-вторых, иногда наши желания не совпадают с возможностями. И в-третьих, если вы не одинокий, если у вас есть вторая половинка, то вторая половинка иногда хочет одного, а вторая половинка хочет другого. И из-за этого появляется разногласие. Хочу сказать, что квартиру мы не приобрели из-за меня, потому что я устала ездить. Я хотела уже где-то засесть, заняться каналом работы и тем, чем я привыкла заниматься. И вторая была очень важная причина, по которой мы не приобрели квартиру – это школа. Я хотела побыстрее Сару отдать в школу, потому что она с нами ездит, устала, и ей не хватает общения. И вообще образование, оно необходимо, сами вы знаете. Это была тоже основная причина остановиться и найти квартиру уже, снять в аренду в хорошем районе, около хорошей школы. Да, мы отталкивались от хорошей школы, и затем мы уже сняли, арендовали квартиру. Всем привет! И вот, наконец, мы нашли квартиру. Очень устали, Вова лежит. В общем, устали все, потому что несколько дней переживали, искали жилье. И вот оно. Нам очень повезло, потому что есть детская площадка во дворе. Прям классный вид из окна. Это зал, two bedroom. Two bedroom – это значит две спальни и такая общая комната, как зал. Сара сразу определила, что это ее будет комната. Правда, вы видите, что все пустое. Мебели вообще нет, но в Америке чаще всего квартиры сдают без мебели. Так что нам еще предстоит покупка мебели и так далее. В каждой комнате есть гардеробная. Вот Сара здесь уже хозяйничает, игрушки свои складывает. Затем в каждой комнате есть уборная. Так, пока не буду вам... Пока здесь нет лампочек, но мы их крутим. Почему мне нравится? И в каждой уборной есть ванная. Здесь нужны шторки. В общем, большая такая просторная комната. Есть, опять же, полочки. Все это закрывается и сразу становится красиво. Специально снимаю для вас в таком виде, потому что больше вы такого не увидите. Мы ее обставим со временем. Вот это наше все барахло. Это еще не все барахло, только одна, вторая часть. Так, ну здесь прихожая, вешалка. Кухня. Мне понравилась кухня, потому что есть бар. Ну, такой мини-бар получается с мойкой. Есть посудомоечная машина. Это, конечно, супер. Затем есть вот такая еще полка. Ну, такие полки, они везде в Америке. Которые закрывают также дверь. Становятся дверью, а не шкафом. Затем холодильник сразу здесь был, плита и шкафчики. Микроволновая печь. И здесь у нас лаундри, то есть прачечная на кухне получается. Тут тоже как бы дверь закрывается. Если ее закрыть, то ничего не видно. Как будто дверь в гараж. Ну, а если ее открыть, то здесь прачечная. Стиральная машина и сушилка. Удобно, что здесь есть полки. Можно, в принципе, белье здесь хранить. И сейчас мы будем все это разгребать по местам. Чемоданы. Еще нужно поехать на склад. А здесь вторая у нас спальня. Это мастер-бедрум. То есть, по-моему, главная спальня. Красивое окно. Также гардеробная своя. Ура! Надо вешалки срочно покупать. И здесь второй санузел. Светлее уже. Тоже с зеркалами. Мне нравится, что здесь как в ужастиках. Вот такая полка. Я так ужасно выгляжу. Ужас просто. Намаялась. Нужно будет шторки покупать. Тоже ванная. Сюда вкручивать лампочки. Работы хватает. Но мы уже сделали дело. Мы сняли апартаменты. В зале два больших окна. И выход, получается, во двор. Можно здесь на балконе тоже сидеть. Кушать. Столики поставить. И мне понравилось, что здесь есть детская площадка. Прям можно как бы из окна наблюдать за Сарой. Здесь закрыта полностью территория. Вон есть барбекю прям во дворе. Которым можно пользоваться. И там, получается, мы прям возле спортзала и бассейна. Все рядом. Потому что комплекс очень большой. И нам первую квартиру, которую показывали, она была вообще далеко. А это, получается, прям в центре. Да, это твои туфельки мы уже показывали. Все закрываем. Уходим. Итак, Вова сегодня взял в аренду гараж. Около дома. За 100 долларов. За 100 долларов в месяц. Большой. Большой. Сара нажимает на... А! А, не этот. Тут. Ошибочка вышла. Вот он наш гараж. О-о-о-о-о. Он пустой. Ну да, ты чего? Я думала, полки какие-то будут. Полки. Здесь тепло. Тепло? Да. А розетка есть? Есть. Только что кто-то просто так постучал в дверь. Открываю. А здесь посылка. А если бы у меня не было дома? Здесь в Америке оставляют посылки, если никого нет. Просто возле двери. И никто их... Никто их не ворует. Никто их не заберет себе. По-моему, я знаю, откуда это. Это, скорее всего, из iHerb. Постепенно зал наш превращается в очень уютный уголок. Вообще, я как бы не хотела еще показывать вам. Хотела доделать все до конца. Потом показать. Здесь много чего не хватает. И когда я вам покажу уже окончательный наш результат, расскажу, где и за сколько мы все это взяли. И вы просто обалдете, когда узнаете правду. Вот честно сказать, это будет очень скоро. Я надеюсь, что нам буквально не хватает пару тут каких-то моментов. И я сделаю обзор нашей квартиры. Как выяснилось, в нашем комплексе, представляете, живут мои зрители. И они еще из Камахстана. И пригласили нас сегодня в гости на ужин на барбекю. Мы с удовольствием согласились. Тем более, мы соседи. И мы сейчас пойдем к ним в соседний комплекс. Все, я уже сказала, что мы приехали в гости к Паше с Мариной. Привет. Вот, они живут в нашем соседнем комплексе. Наши коллеги. Коллеги, блогеры. Мы ссылочку на канал оставим под видео. Так что, да, они пригласили нас в гости на барбекю. Посмотрите, сколько здесь еды. Это капец. Шок. Вкуснятина. У меня слюни текут. Мне кажется, Марина очень хорошо готовит. Потому что ты приглашала на манты. Говорила, что... Я вас еще приглашу. Это просто... Ладно. Все, мы пожарили мяско. Зашли в гости. Посмотрите, какой классный кот. Сарочка, аккуратно. Все равно, конечно, видно, что очень любит. Кота зовут Цезарь. Да, Цезарь? Ты красивый? Ты красивый. Цезарь, Цезарь. Ты с ним поразговариваешь. Ему нравится, когда ты с ним разговариваешь. Цезарь. Цезарь красивый, да. Цезарь. Вот. Посмотрите, Марина пишет картины. Очень красивые. Я тоже мечтаю научиться, но я, наверное, не смогу. Марина цветочки делает сама. Ручная работа. Все, ребята. Спасибо вам за гостеприимство. У меня уже слюнки потекли. У нас уже все стоит. На мой взгляд. Все готово. Вам нравится в Америке? Конечно. А вам? Очень нравится. Нам нравится, да. Ну, нам тоже. Вы уже пять лет здесь. Пять лет здесь живем, и нас спрашивают, хотим ли мы съездить, отдохнуть назад. Но нет. Лучше мы в Америке будем отдыхать. Нет, вы лучше. Что мы там не видели. Нет, аж лучше вы к нам. Лучше вы к нам. Ой, лапка, лапка хочет кушать. В нашем центре есть вот такой пакетж консьерж. Консьерж. Где иногда оставляют посылки тоже. И на телефоне приложение специальное, которое я открываю. У меня здесь штрих-код. Давай, Сара. Нажми вот это закрыть, да. Все, стой. Ну. Ой, ой. Вот и посылка. Боже, тут две их. Сразу покажу то, что мне доставили. Распаковала я посылочки. Тут было пять тушей от Yves Saint Laurent. Да, это туши для ресниц. Они разных оттенков. Я даже не представляю, как будет смотреться золотая тушь на ресницах. Мне кажется, очень смешно и необычно. И вот еще серебряная тушь. Такая черно-серебряная и зеленая. Ну, интересно. Буду пробовать, смотреть, как они на ресничках. Оттенки, конечно, прикольные. Но есть и классический черный оттенок. Мне доставили из Казахстана. Казахстанский бренд, который изготавливает, по-моему, сумочки. Ручная работа из итальянского фетра. Уки или юки. Не знаю, как правильно читается. Но факт в том, что сумка по себе очень качественная. Я показывала ее в Инстаграм. И девчонки начали спрашивать, стоит ли эта сумочка своих денег. Хорошее ли качество. Она, во-первых, не очень дорогая. Несмотря на то, что здесь ручная вышивка и кристаллы Сваровские, как я понимаю, есть. Красиво смотрится оригинально. Еще цвет очень-очень сейчас в моде. Но видно, что старались. Фурнитура дорогая. И на цепочке. На цепочке сейчас сумки в моде. Рюкзаки, чтобы были на цепочках. Сумочки на таких красивых тонких цепочках. Это очень модно сейчас. Так что, если вам интересно, могу оставить ссылку на бренд под этим видео. Мне нравится. Я буду с удовольствием носить ее. Привет-привет. Давай ручку. Мы приехали в Айкее. Впервые в жизни. Я, честно, ни разу не была в Айкее. Нигде. Ни в одной стране. И решила заехать в Тампу. Недалеко от нашего комплекса. Я ехала минут 30. И здесь есть Айкее. Они, к сожалению, не доставляют на дом то, что мне нужно. Поэтому я приехала сама. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед придет к горе. Зашли, и сразу мультики. Тарапунцель. Сара, нам нужно по магазинам. Да, здесь детская комната. Я смогла оставить Сару на час. Совершенно бесплатно. Заполнив просто анкетные данные, номер телефона, адрес. И я могу на целый час оставить ребенка в детской комнате под присмотром здесь в Айкее. Очень удобно. А я поехала. Я поехала смотреть, что здесь даже ресторанчик есть недорогой. Честно, я никогда не была в Айкее. Я даже не знала, что здесь вот так все расставлено. Думала, полки магазинные, можно там прийти и взять в коробки что-то. Получается, нужно искать отдельно, где здесь. Где здесь. Вот это, кстати, прикольный горшочек. Правда, искусственные цветы, но зато очень классно смотрится. Надо взять корзину. Пошла я за корзиной. Так здорово, что здесь сразу идея, как обставить дом, квартиру. Все от А до Я. Если вы не знаете, можете прийти просто в Айкее и посмотреть. Подглядеть, так сказать, дизайн, интерьер. Молодцы. Мой вам совет. Найдите заранее в приложении то, что вам нужно. И здесь есть код. Ну, то есть ряд и место, где вы можете найти этот шкаф или там тумбочку. Вот, 35, 18. Вот это моя Мальм, мой Мальм, который мне нужно взять. Следующий ряд, который мне нужен, номер 42. Он где-то там. Там мое зеркало. Поехала за ним. Кое-что прикупили в спальню. Решили съесть по-мороженому. Я уже свое доела. Это якобы нежирный йогурт. А, ты хочешь мой стаканчик слопать? А у тебя нос в морожене. Я думала, как же я все затащу в машину. И у меня на входе парень забрал тележку, сказал, я вам помогу, пригоните машину, и я вам все загружу. Очень клево. А я думала, как же я все затащу, потому что такое тяжелое. А, ну вот все, сейчас все поместится. Давай, Сара, садись сзади. Ой, мама, еще один питомец? Какой? Еще один маленький питомец, да? Вот он, мой миленький шкаф. Буду сейчас собирать. Вообще, мебель из Ikea очень удобно собирать. И быстро может даже женщина собрать. Вообще, ничего сложного. Там инструкция, как пазл. Зеркало, кстати, я уже собрала. Потом покажу вам его. Да, я это сделала. Собрала шкаф с выдвижными ящиками. Здесь у меня 4 отдела. Обычный, классический, белый, без... Здесь ручек Ikea. Я уже на него здесь наставила. Много всего интересного. Потом покажу вам как-нибудь. Вот это, кстати, шкатулочку. Или как она называется, для бижутерии. Тоже я купила в Walmart магазин. Тут есть выдвижные ящички для всяких-всяких штук. Здесь у меня в основном косметика. Так что да, весело. И вот оно, мое зеркало. Но это зеркало точно такое же, как было в Казахстане. Оно мне очень нравится, потому что сзади есть крючки, на которые можно вешать сумки. Как раз таким, ну, рационально как-то. В общем, вот такое красивое зеркало белое. Мне нравится. Я его люблю. Поэтому такое же захотела, как у себя дома. Как у меня было в доме в Казахстане. В общем, приехала домой. У меня стояло несколько коробок. И одна из них вот такая высокая. Я думала, освещение мое. Но нет. Нет. Представляете, мне доставили пальму. Я заказала в Walmart. Это такой магазин, где продают очень много всего. Особенно продают онлайн на сайте. Вообще огромное количество разных предметов. От аптеки до одежды. Знаете, ну все, можно найти. Даже мебель. Я увидела вот такую пальму за 20 долларов. Пальма классная. Отлично дополняет декор. И я вот очень рада, что нам доставили. Посмотрите, по почте доставили пальму. Ну, вообще. Я здесь поражаюсь, конечно, как работает почтовая служба. Всем добрый вечер. Нас сегодня соседи пригласили на тако. Тако шримс. По-моему, мексиканское блюдо. По-моему, с креветками, с мясом. Будет вкусно. Галя с Артемом. Сара уже побежала к ним в гости, потому что у них маленький ребенок, мальчик, Адам. Ему, по-моему, два с половиной года. Вот. Они так хорошо играют, как брат с сестричкой. И мы тоже сейчас идем. Так, познакомьтесь. Ну, вы уже видели Галю и Артема. Артем, привет. Галя, привет. Не смущайтесь. В общем, они сегодня нам приготовили тако. Да, это еще не готово. Это как заготовочки. Едимся сегодня. Прощай, диета. А дети где? Здорово, Ариета. Спортзал, как говорится. Здорово. Снова здорово. Ой, слушай, у вас так прикольно. У вас прям вот как дворик здесь. Ну да, большой. Но только сильно много игрушек, видишь. Ну ничего, все равно. А я проходила, по-моему, возле вас. Я такая думаю, чьи это игрушки? У нас тут, я уже их, знаешь, как-то с квартиры хотя бы на балкон. Потому что... Да, очень круто. Сара, ты видела, сколько игрушек у Адама? Классно. Да. Да? А, вот это начос, да. И волшебный сыр. Волшебный сыр, покажи. Тоже начал честь. Покажи. А, ну я это... А, ты этикетку убрал. Ну он уже сварился, потому что я горячий, чтобы она всегда... Короче, тут такой волшебный сыр, вы не представляете. Тут можно с этим сыром съесть все блюдо. Еще вон то все, и вот это все. Всем привет. Я не знаю, но просто... Всем привет. Вы сегодня... Вон там... Всем привет. Извините за разговор. Алька. Вы думаете, что... Я думаю... О, ягодки. Я... Вы думаете, что это мой дом? Нет. Это не мой дом. Ну что, я даже вчера забыла снять конечное блюдо. Так, было очень вкусно. Я вам скажу честно, что нам очень повезло с соседями. Мне очень повезло с моими зрителями. Потому что все помогают. И хочу поделиться с вами очень крутой новостью. Сара поступила в школу здесь. Первый класс в Америке. Elementary School. И в следующем видео я хочу вам рассказать все, как это было. Покажу вам Сараны эмоции. Первый день в школе. Я сниму подробное видео, как поступить в американскую школу. Совершенно бесплатно. Если ребенок не знает английского, какие документы нужны, я все расскажу подробно. Потому что это на самом деле не так уж просто. Если вы не знаете язык, если у вас нет знакомых, некому подсказать и просто взять вот так вот прийти в школу. Конечно, вам дадут информацию, но вам же нужно знать куда, да что, да как. Я вам все-все-все расскажу, потому что есть очень много нюансов. И я скажу честно, мне помогла очень моя зрительница Оля из Астаны. Оля, если ты меня смотришь, она со мной связалась и сообщила о том, что они с мужем переехали из Астаны сюда тоже во Флориду. Они живут, ну, где-то час от нас езды. У нее дочь пошла здесь в первый класс тоже. И она поделилась подробностями. Конечно, очень приятно, что помогают мне мои зрители. Оля, спасибо большое. И помогают соседи, потому что они здесь уже достаточно долго живут, тоже владеют информацией. Конечно, когда кто-то помогает, это намного легче, чем вы самостоятельно будете все узнавать, пробивать и так далее. Быстрее все происходит, когда мы помогают. Поэтому я безумно всем благодарна. Спасибо вам огромное, честно, всем-все-всем. Кому я забыла, может быть, озвучить. У меня и Полина есть в Орландо, которая помогает. И Мира есть в Майами, которая тоже мне очень помогла. И Наташа Фалкона мне тоже помогла. И Марина с Пашей, которые переехали пять лет здесь живут, тоже мне очень помогли. Соседи очень нам помогают. Галя с Артемом. И, может быть, я кого-то забыла, извините. Но, честно, помогают все. И такими дельными советами, хорошими советами я вас люблю. Спасибо вам большое. Следующее видео ждите о Сараной школе. Будет интересно, будет очень информативно и полезно. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Сараной школе.